Приветствую вас, геймери, это канал AlexonPlay. Мы продолжаем играть в мод Кайзередак с сабмодом National Europa, Национальная Европа. И играем мы за Освальдом Осли, почему-то только его имя теперь странное стало, не знаю почему. Вот, мы продолжаем. Всё как обычно, в принципе. Построили мы Европейский Союз Трудящихся. Тут в Паш-Серии мы расширялись, воевали с Транцамуром, например, помогали выстоять Сибирской Советской Республики. Ну и также у нас была интервенция в Персию, чтобы получить нефть, усилить свой тоже контроль на Ближнем Востоке. В принципе, наша задача усилить контроль. Я бы в Индии, конечно, устроил бы контроль. С индусами я бы, может быть, даже разобрался. То есть поставил бы там какое-нибудь своё марионеточное правительство. Но главное это, я считаю, нам надо усилиться на Ближнем Востоке. Именно на Ближнем Востоке усиление пока. Сделать и в Африке. В этой серии мы точно в Африке усилимся. Ну и также, наверное, можно Южную Америку усилить. Захватить тут и даже выйти в Центральную Америку. С Мексикой, на самом деле, тоже разобраться. И чтобы потом на Соединённые Штаты нападать со всех сторон. Их изничтожать. Вот какие у нас планы на это прохождение. Но 3-2 серии точно надо будет ещё. И в прошлой серии мы взяли фокус «Восстановить африканское господство». А потом уже мы вернём потерянную колонию. Ну, а это мы всё читали. Все эти описания так же нормальные. Нам остаётся, в принципе, два фокуса. Так это будет. Ну да, больше нечего качать. Только вам всеобщую мобилизацию. Но не знаю. Можно, в принципе, всеобщую мобилизацию взять. У нас тут детских ресурсов дохренища. Так что, в принципе, можно. Можно это сделать. Ну что ж, поехали. Молчание после бури. После сражений... Поля сражений замолчали. Но пока наши солдаты наслаждаются своим заслуженным отдыхом, встревоженные представления промышленных синдикатов, представители промышленных синдикатов, выступили со статистикой. Показывающие, в какой степени промышленные союзы реструктурированы для помощи военным усилиям. Пока наша экономика всё ещё стабильна. В ближайшие годы не будут лёгкими. Будет заменена идея Красной войны на идею тишина после бури. Угу. А классовая борьба... Сейчас великое испытание. Ага. 6 марта 46 года будет удалено. Где тут... Жди. Классовая война. Где классовая война? Где этот... Вот. Классовая война. К сожалению, мы получим дебаф. Да? Подожди. А не, минусов. Тишина после бури. Нам, короче, надо что-то делать. Надо реально что-то делать нам. Потому что с экономикой плохи делам. А если посмотреть по состоянию, то у нас больше военных заводов. Надо строить фабрики. Всё. Больше военных заводов мы как раз не будем строить. Нам больше не нужны. Военных заводов хватает. А вот фабрик уже маловато. Уже большая разница. Ну, теперь давайте возьмём последний фокус. Вернуть потерянную колонию. Там откроется решение. Так, на Африку. Интегрировать Африку. Угу. То есть мы ещё Африку можем интегрировать. Но это уже не Европейский Союз. То есть тут всё даже есть. Ага. Значит, коммуну Марокко мы забираем. Я так понял. Отменение провинции. Давайте заберём. Отмените себе провинцию. Отдаём, значит, себе. Окей. Так. Марокко пропадает. Что? Смось. Дожди. А тут есть? Вот. По поводу Алжира. Алжир какой-нибудь. Подожди, я посмотрю тут. Надо ли Алжир нам захватывать или нет? Что-то пока не вижу, что тут Алжир надо захватывать. Ну, я полагаю, что логично. Если мы всю Африку забираем, то мы всё вот это отдаём. Себе. Себе. Смысл ты ещё что-либо тут создавать? Всё, тогда это забираем. Всё, забираем себе. Ну, потому что можем себе это позволить. Значит, и ангольскую коммуну мы забираем. Да, вот так вот всё делаем тогда. Ну, другого-то варианта я не вижу. Тут надо всё тогда, всю Африку захватывать. Чё, мы можем тут объединиться, интегрировать Африку. Ну, пока смысла эту интеграцию проводить нету. Так, кто тут? Так, ты пока разберись с этим. Хауслендом. Вот этим вот. Хауслендом надо его уничтожить. Ну, окей, тогда займёмся этим. Сейчас все войска тут прибудут. И мы разберёмся с ними, со всеми. Так, ну, тут я тоже поразбираюсь с Африкой. Тут всё Ближний Восток тоже позахватывал. Вот такие дела. Такие у нас планы на эту серию. Так. У нас тут уже такое количество заводов, что я даже не знаю. Куда их девать? Так, ну, Сибири давай закупать. Конечно, будем. Наши ресурсы. Так, кто против нас? Тут Алийская Бразилия. Против конфедерации. А, ну, слава богу, захватывай. Пожалуйста. Если хочешь захватывать, то захватывай. А, Бразилия, Боливия против нас. Ну, удачи, удачи. Короче, Канаду тоже надо будет интегрировать. Так что с Канадой мы так же разберёмся. Ну, плюс я тут уже воюю с Аравией на Ближнем Востоке. Такая вот у нас Сирийская Социалистическая Республика получается. Вот такой вот Ирак. Но вы не смотрите, он только вот в этих территориях находится. Вот. Ну, и в скором времени нападем на Хаусленд. И, видите, я вижу тут решение, что завоевание Америки. Так что мы можем, в принципе, забрать себе вот эту всю Канаду. Все провинции передать регион. Так как мы же будем всё это интегрировать потом. Так что мы создадим вот так. Блин, ещё тут на Аляску чё-то ставить. А нет, тут непроходимые зоны. Ну, так вот здесь. Ну, ладно. Сперёмся. Там можно будет найти дивизии по Сафрике, когда мы разберёмся. Всё будет нормально. Так, вот такая Хаильская коммуна у нас выходит. Вот, пожалуйста. Так, вот это, кстати, я Хаильской коммуне, я думаю, отдам. Всё, вот эти территории зачем нам просто? Всё, вот это нам не надо. Всё, вот это мы им передадим. Пускай будет у Хаиля. Всё это. Нам это не надо. Конечно, проблем, что, типа, ты должен это, по идее, всё захватывать. Но мне приходится продолжение оккупации делать, а это очень сильно ударяет. Сильно ударяет. По стабильности и поддержке войны. Это прям ужасно. Прям ужасно. Ничего там хорошего нет. Так, ну и захватываем. Хаус Ленд этот. Чёртов. Всё, и конец ему. Всё, Канно будет захвачен. Всё, Хаус Ленд наш. Вот так вот нарисуем тут. План, чтобы уже начать войну с... Так, а Египет тут отдельный, кстати. Нормально. Так, мы можем, значит, я думаю, просто тут Альянцы есть. Так, ну тут мы можем разобраться против Триполи. Триполитания, где она тут? Где Триполитания? Нет, Триполитания, что? Походу, нет Триполитания. Ну хорошо, нападаем тогда так. Ну тут легко будет уничтожить Ливию. Так, Хаус Ленд забираем просто. Ну тут тоже можем нападать уже на товарищей Республику Йемен, на Хиджас тоже налетать. Поехали вот сразу. Здесь я планирую разобраться всё-таки с Египтом вначале. Вначале с Египтом разобраться. Подъедь сюда пока. Чтоб потом идти вот на эту... Германскую Метельафрику уже полностью. Полностью идти на Метельафрику. Ну тут я везде застраивал фабрики. Чтоб фабрик тоже было достаточно нашей империи. Потому что это уже империя. На самом-то деле они просто что-то там непонятное. Вот, это уже что-то. Ну в общем как-то так. Мы смогли присоединить Дальний Восток в нашу сферу влияния в европейский интернационал. Хоть он уже и не европейский. А надо было просто назвать интернационал. Мировой интернационал. Вот, мировой интернационал звучало бы интереснее. Ну и что же. Нам что остаётся? В принципе я сейчас хочу разобраться с водаем. Хочу разобраться с египетским султанатом. Ну и потом уже пойти против африканцев немецких, которые тут остались. Разобраться с Эрнстом Юнгером, который здесь есть. И всё. Ну и тут японцы сейчас воюют как раз с германской Остазией. И германской Остазией маринетка германской Миттели Африки. Ну конечно тут ещё воюют японцы против Цина. Ну и пока не знаю. Вроде где-то успех, где-то и стоялова. Но скорее всего они затащат. О, Кролевство Бирма, она... Ха, странно. Это Бирма тут... А, Кролевство Бирма, она при немецкой что ли? А нет. Не знаю, не знаю. Ну ладно, это нас не интересует. Так что в этой серии мы точно с Африкой разберёмся. Тут много немецких марионеток. Практически всё. Вот это, это марионетки Германии. И мы с ними легко разберёмся. Я думаю. Потому что у них я не думаю, что много войск. И так что это не составит нам труда с ними разобраться. И потом останется Абиссиния, Сомали, Южная Африка и всё. Африка будет полностью нашей. Что ж, продолжаем. Нападаю я на Египет. И мы хорошо тащим. Вот на Египет я напал. Всё. Мы тут разберёмся довольно хорошо, быстро. Всё у нас будет отлично. Ага, Суэц тут, кстати, про немецкий. Это надо внимательно смотреть. Мы потом вот что сделаем. Когда вот эту вот часть Ливии, из Африканска мы заберём. Тут никак обойти нельзя. Тут же непроходимые зоны. В тыл вот здесь нам никак не должны зайти. В принципе. И когда мы это захватим, мы перебросим часть войск на Суэцкий канал. Это тоже важно сделать. Так, ну с Египтом тут легко разобраться. У него даже в своей сфере влияния нет. Так что всё легко. Вот мы с Египтом, собственно говоря, и разобрались. Короче, что же тут изменилось? Мне пришлось всё опять-таки тут выделять по-новой. Почему? Потому что баг какой-то произошёл, и они создали свой альянс. Аравия, там, Йемен и так далее. Они создали зачем-то свой альянс. С Сирией, там, с Ираком. Баг какой-то случился. И вот мне пришлось их по-новой. Тут немножко изменилось. Теперь тут Народная Республика Аравия. Вот такая вот. Потом Сламская, Йеменская Рабочая Республика. Соистическая Республика Оман. Ну вот, это так и было. Ничего не изменилось. Египт, естественно, я не выделяю. Потому что мы Африку полностью не будем выделять. Всё это заберём себе. Вот. Ага, ну хотя, на самом деле, вот Сирий, Курдистан тогда. Тоже есть смысл забрать. Ну, мы потом посмотрим. Может быть, мы их тоже заберём, конечно. Вот. Ну и осталось сейчас на вода и напасть. Разберусь с водой. И мы потом уже будем нападать в германскую Миталь-Африку. Ну, короче, мы объявили им войну. Всем. А, блин. Просфета вот у меня объявили. Они отдельные. На этого можно налететь. На этого можно налететь. Кто тут? Подожди. Вот этот командующий. Ну, давай тогда с ними разбирайся. Блин. Тут включим много. Блин. Я забыл, что это не марионетка. Свободный государств Западной Африки. Так что мы всё равно им объявляем войну. Всё. Мы тут полетели. Тут наступаем. В принципе, тут можно забрать и отправить в Суэц. Просто танк один всё-таки. Сюда мы сделаем таким вот образом. Здесь мы всё захватываем. Но это опять-таки всё легко здесь будет. У нас тоже снабжение есть. Всё в порядке. Да, вот тут мы тоже заехали. Всё, разобрались. Ты тоже отправляешься вот сюда. Разбираться с ними, со всеми. Ну, там просто тут жёстко всех пером и разносим. Прям, опять-таки, легчайшая война для величайшего. Танки у нас хорошие. Дивизии у нас прям шикарные. Я их прокачал, я изменил их. Вот. Какой шаблон можете посмотреть. Вот такой вот. 44 шириной фронта. Вот такая вот противопехотная атака. Вот такая защита. Вот такой прорыв. Всё великолепно. Хорошие у нас дивизии. Имбалансные, так сказать. Ну, нет, на самом деле они нормальные, просто сильные. А бот такой просто себе позволит не может построить. Так, здесь как? Давайте танчиком попытаемся въехать. Ещё вот так вот в ломы. В ломы надо захватить. Так капитулирует вот это вот свободное государство Африки. Капитулировало Нигерия. Великолепно. Так, всё. Вот это капитулирует. Мы его полностью себе под контроль берём. Забираем. Всё просто великолепно. Опять-таки, самая лёгкая война. Также нападаем мы на Южноафриканский Союз. Здесь мы тоже всех разносим потихоньку. Да, тут сложно взять и к столицу, потому что снабжения всё-таки тут нету. И это проблематично становится. Вот здесь вот. Да нет снабжения, это очень плохо. Очень плохо. Давайте вот тут добавим немножко. Тут вот надо добавить обязательно. Снабжение, иначе мы тут задохнёмся, ребят. Ребятушки. Так, ладно. Нормально сейчас всё будет. Тут котёл мы сделали мощный. Торопить бы вот этих ещё придурков здесь. Было бы шикарно. Но пока мы не можем этого сделать. К сожалению. Ну, рано или поздно мы должны их затащить. Должны их уничтожить. Ну да, тут котелок небольшой-то получился. Нормально. Неплохо. Ничего. Компалу мы тоже окружим, закотлим. Всё будет по красоте. Мамбасу пробиваем тоже. Нормально, довольно-таки неплохо. Про авиацию-то я дурень забыл. Вот, теперь с авиацией вообще тут найс. Вообще шикарно с этой авиацией теперь. Сейчас мы тут неплохо сделаем котёл. Нормально всё будет. Ну, да, пока не очень. Ладно, но зато мы столицу окружили. Столицу окружить это тоже очень важное событие. И мы с этим справились. Так. Не-не, куда ты идёшь? Стоять! Мы сейчас тебя тут уничтожим. Куда ты уходишь-то? Всё, свободно государственные. Уганда капитулирует. Шикарно. Так, тут есть ещё какие-нибудь мы взяли тут? Пункты снабжения. Да, взяли, кстати. Их надо тут сразу же обустроить. Добавить нам снабжение. Потому что мы тут в полной жопе можем оказаться. Это будет очень не здорово. Везде, где можем, добавляем машинки, моторизацию. Чтобы снабжение было нормальное. А не говном. Ну, мы продаем, продаем их. Рано или поздно. Им придёт конец. Ну, да есть 95 тысяч потеряли. Но они, в принципе, тоже немного теряют. Равные потери. В принципе, у нас только мы побеждаем, а они проигрывают. Вот в чём разница заключается. Наконец-то хотя бы Конга это капитулировало, чёртово. Хоть что-то уже, наконец-то. Нам ещё надо Кроманск-Кост Азию будет уничтожать. Это прям долго и муторно всё будет. Это всё неприятно, конечно. С ней придётся воевать. Но что поделать. Может, тут столица Метель-Африки практически взяли. Но они, видишь, где ещё тут остались. На юге. Виндух. Ветхуки, точнее, находятся в своём. Но ничего. Мы доедем до туда. И с ними точно разберёмся. На, просто вот так вот въезжаем сюда, в Лусаку. И захватываем, во-первых, снабжение, ну и столицу. Что немаловажно. Здесь тоже так же поступаем. В Солсбери сейчас заедем. Африканское. Нормально. Да, пробиваем его. Спокойно. Да-да-да, давай, заезжаем. Замбия капнула. Шикарно. Мы реально тут их разносим. Но они ничего не смогут нам противопоставить. Всё, они уже жалкие тут. Совершенно. Может, с Африканским Союзом начинаем воевать. Даже. Ну всё, тут я даже снабжение уже чекать не буду. Следить за этим. Вот шикарное наступление. А не, смотри, повезло, повезло. Нам не надо захватывать германскую Астазию. Великолепно. Мы и так всё это поделим. Ну, японцы, наверное, в Азии что-то заберут. Мне в основном надо в Африке всё забрать. Остальное меня не волнует. В общем, поделю, вам всё покажу. Ну, в общем, какая ситуация. Японцы забрали себе в Азии всё, в принципе. Сиам забрал себе в Азии территорию. Они воюют с Бирмой, оказывается. Ну и вот Сиам тут заполучил Индокитай. Ну, японцы получили... Суа. Суа получили. В общем, города-концессия. Ну, не города-концессия, а просто города-порт. Суа получили себе. Ну и тут осталось разобраться нам с Южной Африкой. С которой мы, естественно, быстро разберёмся сейчас. Не составит нам никакого труда захватить тут всё. Восточный Лондон сейчас возьмём. Спокойно. Кейп Таун. Давай въедем. Всё, это конец для них. Тоже будет, и мы спокойно сможем Африку. Ну, на самом деле, с какой-то Эфиопией я не хочу воевать. Так что давайте отметить страну. Ой, ладно, не-не-не, стоп. Не надо. Вот так, отметить все провинции, передаём. И тут тоже передаём. Потому что я не хочу с мелкими странами оставшимися воевать как-то. Меня это не волнует. Так. Всё, мы тут захватываем всё. Вот это вот. Порт Элизабет захвачен. Восточный Лондон. Сейчас будет взят. Кимберли. Сейчас тоже будет взята. Всё, забираемся из территории. Захватить. Вот так вот сделать. Всё, стоп. И у нас тут судьбы разных стран, но мы интегрируем Африку. Сразу. Ну, тут всё, продолжение оккупации. Но я читами взял стопроцентную стабильность и поддержку войны. И теперь она не уменьшается. Почему-то. Но она была стопроцентной, на самом деле. Поэтому всё честно. Всё, в принципе, логично. Полит лазь только тратится. Всё. Теперь. У нас это всё национальное, да? Всё, да? О! Итиш, посади же. Как же тут... Как мы это всё забрали-то себе? Прикол. Так. Мисси провинции. Давайте вот это мы тоже заберём всё-таки себе. Вот так вот, чтобы у европейских соединяющихся вот так вот выглядел. Это красивее будет. Мы тоже себе делаем национальными территории. Пытаемся сделать. И это тоже национально делаем. Всё. Сопротивления больше тут нигде нету. А, вот это здесь есть сопротивление. Да, всё отлично. Так вот выглядит красивее. Наши территории. Геопрейского союза трудящихся. Всё шикарно. Всё прекрасно. В общем, буду готовиться к войне с Соединёнными Штатами Америки. Я думаю, возможно, мы в этой серии тоже этим позанимаемся. Не будем мы всё-таки пока тут захватывать Центральную Америку, Южную Америку. Во-первых, тут в Южной Америке пускай сами разбираются. Наши союзники. Ну, поэтому мы сразу в нём Соединённые Штаты уничтожим. Потом... А в следующей серии мы уже подкрасим тут. Центральную Америку, Южную Америку подкрасим. С японцами я воевать не буду, не хочу. Давайте просто тут границы мы немножко подредактируем. Ну, вот это вот реально глупость какая-то, охотка. То, что у Японии... Мы типа договоримся, что всё вот это будет у нас. Всё. Всё остальное у Японии пускай будет. Ну, то, что реально чушь какая-то. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Всё. Потому что с японцами я смысла не вижу воевать. Есть смысл повоевать с Индией. Чтобы, так сказать, её включить в наш английский мир. И Непал тоже за бутанчиком. И всё. Ну и всё. Вот это всё остальное будет сфера Азии. Будет японская. Японская. Наш весь остальной мир. Вот такой вот поделим мир. Два гегемона будет в этом мире. Япония и Европейский Союз Трудящихся. Уже на самом деле не только Европейский. В общем, Союз Трудящихся. Вот. Можно было так назвать. Нашу территорию. Хотя, знаете. Вот может быть Ближний Восток. Тоже бы круто смотрелся в составе. Ну, давайте, в принципе, ладно. Уметь все провинции. Добавить национальные, да? Всё-таки давай вот это всё заберём. Добавить национальные. Добавить национальные. Ой. Блин. Не то сделал. Так. Вот давай тоже национальные тут дадим. Так. Национальные. Потому что можем себе позволить. Вот так вот. Так будет смотреться просто красивее. Чем было. Да. Вот так вот мне больше нравится. Так вот мне больше нравится. Ну, в принципе, можем начинать войну с США. Соединёнными Штатами. Можем начинать. Всё нормально. Прожимаем решение завоевания Америки. И через 14 дней мы налетим на неё. Плюс я ещё сделал так, что я поставлю блокаду морскую Соединённых Штатов. Сделаем везде по всему. По всему, где мы можем это сделать, мы сделаем. Чтобы полностью окружить по морю нашим флотом Америку. Чтобы у них были большие проблемы с логистикой, с ресурсами, с торговлей, с снабжением. Чтобы они никуда отсюда не выбрались. Ну и обстрелы, естественно, США тоже по морю будет. И так далее. Конечно. Так, тут я уже современный могу построить. Авианосец. Давайте это сделаем. Так, тут радар, конечно. Давайте. Ангар Спейс. Тут мы поставим Какую-нибудь защиту. Вот такой вот авианосец как-то сделаем. Всё. Меня устраивает. Заменяем старые авианосцы На новые. А вот тут модерн. Современный. Авианосец у нас будет. Всё. Я поставил везде, на самом деле, современные корабли. Везде современные корабли у нас. Так что, наверное, ещё вот сюда поставлю. Современный авианосец. И вот сюда. Тоже современный. Хотя давайте ещё здесь эту линейку тоже на авианосце поставим. Всё. Остальное у нас уже будет. Тут и крейсеры. И эсминцы. У нас такой будет флот. И подводные лодки. И авианосцы. И эсминцы. И крейсеры. Ну, линкоры не будут. Потому что это уже прошлый век. Ну и ждём. Ждём, когда мы можем налететь на Соединённые Штаты. Ну вот мы и начали войну. Всё отлично. Везде война началась. Так, отлично. Дальше. Что мы ещё тут можем? Наверное, сейчас я тоже сюда отправлю. Соответственно, мы можем устроить ядерную. Ну давайте вот. На Бостон кинем бомбочку. На Филадельфию. На Вашик. На Балтимор. Вот это хорошо. Вот сюда. У Чикаго тоже грохнуть неплохо. Было бы. Давай на Питтсбург кинем. Провиденс. Куда ещё можно кинуть? Ну вот всё. Пока вот так вот. Ну вот сюда тоже давай кинем. По всем городам. Мы видим. Всё, давайте. Смотрим на это чудесное. Во! Вот так вот. Мы неплохо бахнули по ним. Хорош. Хорошо. Ну и мы будем тут просто наступать. Атомная бомбардировка, в общем, многих городов. Ну и мы просто разносим США. Всё. Это просто дикий разнос. Они сыпятся с каждой атакой. Ерунда, в общем. А не армию у Соединённых Штатов. Я-то думаю, будет сложнее. Но видите, мы и воздух взяли, бомбочки покидали ядерные. Но они в это время ещё... У них маленький заряд. Так что не страшно их кидать. Умеется в виду, весь мир не взорвётся. Чикаго бы взять ещё. Прямо шикарно тут наступаем. Ещё никаких проблем не испытываем. Они, видите, ещё с Нью-Йорком там воевали. Скука времени. Ну, мы на Нью-Йорк тоже нападём. Естественно, мы с Нью-Йорком тоже должны разобраться. Давай, давай, давай. Нью-Йорк надо пробивать. Всё, сейчас мы проблём. Закружим тут. Ну, снабжение просто надо добавить. Плохое снабжение здесь. Вот и всё. Сейчас снабжение тут поправим. Всё у нас будет получаться. Смотри, просто... Будёт всё получаться. Да, мы уже тут подходим. Портленд уже взяли. Ну, и тут мы топим просто конвои массово. Очень большие конвои мы топим. Очень много конвоев топим. Прямо люто. Так, тут вот какие-то проблемы начались. С Нью-Йорком. Ну ладно, не-не, всё. Всё, никаких сейчас проблем не будет. Мы пробьём этот Нью-Йорк. Всё, вот так вот. Въезжаем просто, бьём по Нью-Йорку. И они должны капитулировать. Нью-Йорк не пострадал от ядерной бомбардировки. Все остальные города пострадают. Всё, давай, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Кто-то пробивать. Всё, падение Нью-Йорка. Отлично. Мы всё забираем. А, не, не можем. Мы не можем этот Нью-Йорк забрать. Ну и ладно. Заберут эти. Тихоокеанцы, но ничего страшного. То есть, американцы. Тут мы тоже всё вот это захватываем. Чудесно, чудесно. Всё, прям, великолепно. Вашик тоже наш. Как там по ситуации? Один... Мы четырестысяч потеряли. Они один лямб триста уже потеряли. Готовы на 72% капитуляции. Да, уже неплохо. Мы уже на юга движемся. Движемся к Сан-Франциско, к их столице. Следующий. Тут мы топим уже не только конвои, но и кораблики уже начинаем топить. Это здорово. Всё, просто наступаем и всё. Тут очень просто. Хотя, на самом деле, знаете, что я сделаю? Я план тут сделаю. У нас какие-то проблемы. Потому что я нарисую сейчас план полностью им. Вот такой вот планчик. Захватывать всё вот здесь вот. Так что мы тут можем? Бронетехника мастера? Ну давай. Маршал танкового нашего прокачаем. Так, этого гена можно прокачать. Чё тебе дать? Прорыв. Ну давайте прорыв дадим. Ты, 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 ты. Ты вот так вот. Тоже всё захватывай здесь. Всё, нормально. Сейчас разнесём тут их. Да, немножко тут фору им дадим, пока мы ратируем. Ратируем всё. Но в целом мы побеждаем. Давай вот тут снабжение ещё подобавляю я. Здесь вот главное тоже взять. Где проблем есть, там мы должны его добавить. Всё, вот так вот. Так, тут тоже машинка, тут машинка. Везде машинки надо. Вот так вот, всё. Отлично. Не, разносим мы их, разносим. Довольно мощно. Всё. В общем, вот и капитуляция Соединённых Штатов. Падение Сакрамента произошло. Я не капитулирую. Но потери у них где-то 2 миллиона. У нас почти, ну 800, 800 тысяч. Ближе к миллиону потери. У них, конечно, больше. Но мы захватываем всё это, свой состав. Вот. Ну и можем интегрировать американскую территорию. Вот так вот, в принципе, неплохо. Пишите, не знаю, в комментариях, стоит ли продолжать или нет. Потому что я не знаю, что тут ещё продолжать. Ну, в принципе, так-то Индию забрать. Вот это всё почистить. И всё. И конец. Но это просто очень долго. И как бы я считаю, что смысла в этом нет. Я, наверное, просто сделаю так, что мы типа всё это захватили. Ну, потому что реально. Это уже не составит нам никаких трудов, никаких сложностей. Просто мы потеряем время. Я полностью не вижу смысла продолжать тут что-то вообще делать. Ну, нет смысла. Просто потеряем кучу времени. Можно закончить прохождение нормальным. Бонус. Вот бонусную серию я могу там снять. Посмотреть там же. Помните мы сохранение. Что произойдёт, если там переворот против... Произойдёт против Мосли. Вот. Давайте посмотрим, глянем данную веточку. Что там у Блэйра. Лоренца. Похождение сделаем как-нибудь отдельно. Вот. Посмотрим, что там у Блэйра. Может быть, что-то там тоже интересное. Своё-образно океанию какую-то создать. И прочее. Посмотрим. Посмотрим. Ну и вообще сейчас за кадром тут всё покрашу. И вам покажу. Ну, в общем, как-то так получилось. Вот такая вот у нас получается. Так вот это надо отключить. Всё. Пока не надо вот это вот. Так, Коммуна Бахарата. Вот такая получается. Субхаз Чандрабос. Субхаз Чандрабос. Вот. Вот. Вот такая дела. Коммуна Бахарата выглядит так. Социалистический. Социалистическая республика Непал. Появляется здесь. Королевство Бирма. Стало прояпонской. Японцы всё-таки её победили. Ну и они продолжают воевать с Китаем. Ну и в общем тут будет два победителя. То есть один из двух победителей будет. Либо китайцы победят всё-таки. У китайцев будет гегемония. Либо всё-таки у Японии будет гегемония в Азии. Ну Австралия там хоть и сидит. Сидит. Сидит королевская семья. Но она ничего не сделает. Она слабая. Это Австралия. Она ничего не сделает. Просто будет капиталистический. Тут отдельный мир. Они будут сами развиваться. Ну и мирно будет. Возможно. Вот. Вот так же. Так же. Так же. Вот так вот выглядит теперь Южная Америка. Такой вот у нас вообще европейский. Интернационал в целом получается. Довольно. Большие территории. Мы гегемон мира на самом деле. Уже. Так. Вот. А, блин. Я случайно флот удалил что ли? Ну ладно плевать. Флот у нас. Подведем сейчас итоги. Флот. Флот у нас 841 корабль. Может было бы было и больше. Я случайно может удалил. Флот у нас. Вот 404 тысяч человек у нас служит во флоте. Авиации 15 тысяч. 387 тысяч людей служит в авиации. Армия. 284 дивизии. 120 танковых. 120 пехотных. И тут вот намешано всяких ополченцев. И дивизий которые защищают нашу территорию. Вот так вот. Нефти вот 7000 у нас производится. Алюминия мы производим 5458. Резины почти 2000. 3000 вольфрама. 15000 практически стали. И 400-300 хрома. Произведено до 4300. Импортировано 240. Больше пока мы никуда не импортируем. 72 миллиона людских ресурсов. 44 тысячи 474 фабрики. Всего фабрик. 1968 гражданских фабрик. 1960 военных. Мы перегнали все-таки военные заводы. 546 верфей. Вот такая вот ситуация у нас тут. Вот европейский интернационал. 100% стабильность. 60% поддержка войны. Вот. Ну и полностью максимисты управляют страной. Полноценная диктатура МОСЛИ. Вот. Такие дела. Такие вот дела. Вот так вот выглядит наш альянс. Вот так вот выглядит наш европейский союз трудящихся. На самом деле я просто назвал ее союз. Мировой союз трудящихся. Вот так вот назвал бы. Таталистская Бразилия тут есть. Также тут есть аргентинская вольная территория. Вот такая. Социалистическая республика Парагвай. Вот такая вот. Потом Чилийская синдикалистическая республика. Синдикалистская Перу. Революционная Колумбия. Социалистическая республика Венесуэла. Эквадорская народная республика. Вот так вот. На самом деле все на этом. Больше нечего мне рассказывать вам. Ну вот можете посмотреть вот как вот. Где построена инфраструктура. Так вот так. Ну значит практически все тут застроим. Ну и конечно же все это застроится через несколько лет. Также вы можете мне сказать что же будет с этим. Напишать в комментариях что же будет. Через несколько лет с этим Европейским Союзом трудящимся. Мне кажется через несколько лет такая диктатура огромная страна. Она развалится. Развалится. Будут миллионы восстаний. Ну в ближайшем будущем. Это наверное. Мостли будет договариваться с Южной Америкой. Будет ее присоединять тоже в этот Европейский Союз трудящихся. 100% в будущем. Ну и вообще он провозгласит Мировой Союз трудящихся. В будущем. Также естественно он будет стараться потом. Весь мир мне кажется. Присоединить в этот Европейский Союз трудящихся. Сначала свои марионетки подчинит. А потом уже будет либо тут с китайцами. Либо японцами сражаться. Полностью добьет остатки Антанты. Астралазийскую конфедерацию. И все. Ну а потом сколько-то он может быть до 2000-х годов этого века или даже до 2000-х проживет. А вот потом мне кажется он развалится как Советский Союз. Ну потому что во-первых такая тут левый паневропеизм. Экономика. Плановая все-таки государственная. Это все плохо. Ну и идеология такая жестокая. И когда-нибудь. Особенно после того как Мостли умрет. Может быть пока. Мостли жив. Естественно это все будет держаться. Под жестким контролем. Потом возможно во-первых. Все-таки. Хоть и диктатуру установил. Мостли. Но Лоуренс мне кажется когда-нибудь тоже совершит восстание. Блэр тоже. Блэр тоже сможет. Я думаю совершит восстание. Если у нас уже до этого были предпосылки. Перевороту. Переворот когда не случится. Ну либо не случится. И пока Мостли будет жив. Ничего тоже не случится. Когда он умрет уже. Будет шататься вся система. Ну и. И тоже другая вещь. Сможет ли он вообще. Будет ли он вообще весь мир захватывать. Это тоже неизвестно. Ну на этом тогда будем все заканчивать. Такой вот финал у нас получилась. Такая вот кампания. Такая вот катка. Интересненькая. Получилась. В принципе интересно. Но под конец уже стало скучно. Под конец стало скучно. Поначалу это было интересно. Даже вот. До объединения. То есть создания Европейского Союза Трудящихся. Было очень интересно. Ну а потом. Ну и вот эти всякие фокусы почитать. Да. Вот эту вот веточку полностью покачать. Альтернативы. Да. Вот это вот все покачать. Было интересно. Почитать даже и вентики. Было довольно реально интересно. Ну и вот. В принципе. Когда ты выполняешь. Уже с Африкой. Появляются теоретики. Не с Африкой и Америкой. Ну на самом деле уже становится скучно. Потому что у тебя огромная промышленность. Хорошие войска. Флот огромный. Авиации тоже. Промышленность гигантская. И ты просто уже затаскиваешь. Тебе никто против поставить ничего не может. И ты побеждаешь. Поэтому. Так что под конец стало скучно. Но мы посмотрим уже в следующей серии. Это финал. А в следующей серии будет бонусная. Мы посмотрим. Что же все таки будет. Если Блэйр устроит переворот против Мосли. Ну а на этом тогда я все. С вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Обязательно комментируйте. И всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok